Приветствую вас, мои родные и любимые христолюбчики, все браты и сестры в Христе и все люди на земле. Всем желаю вам всякого блага, добра, любви, мира, терпения в души ваши, прежде всего, в дома ваши, в семьи ваши и, естественно, всякого блага во все сферы и всякого успеха во все сферы жизни вашей. Сегодня мы с вами поговорим, в чем же суть, суть и зачем вообще Бог явился в плоти, и в чем суть его учения, чему он нас научил, что он нам показал. Если мы вспомним первое послание его любимого ученика Иоанна Богослова, апостола любви, то в своем первом послании церкви он писал так. О том, что было от начала, что мы слышали, что видели своими очами, что рассматривали, что осязали руки наши, о слове жизни, ибо жизнь явилась, и мы видели, и свидетельствуем, и возвещаем вам эту вечную жизнь, которая была у Отца и явилась нам. О том, что мы видели и слышали, возвещаем вам, чтобы и вы имели общение с нами, а наше общение с Отцом и Сыном Его, Иисусом Христом, и пишем вам это, чтобы радость ваша была совершенна. И вот благовестие, которое мы слышали от Него, и возвещаем вам. Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы. Своё Евангелие Иоанн Богослов начинает так. Что же это за Бог есть любовь? Этот Бог стал плотью и обитал с нами, полной благодати и истины, и мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Бог, который есть свет, в котором нет никакой тьмы, стал плотью. Это Слово Его. Но Слово было вначале. И Слово было у Бога. И само это Слово и есть Бог. Оно было вначале у Бога. Всё через Него начало быть. И без Него ничто не начало быть, что начало быть. В Нем была жизнь. И жизнь была свет человеком. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был свет истины, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть. И мир его не познал. Пришёл к своим, и свои его не приняли. А тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, которые не от крови, не от хотения мужа, не от хотения плоти, но от Бога родились. И Слово, которое есть Бог, стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины. И мы видели славу Его, славу, как единородного от Отца. Бога не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий, в недре Отчим, Он явил. Что же явил нам Иисус? Что, кого, почему? Зачем Бог явился на землю? Ведь Бог и раньше говорил с небес. Мы прекрасно помним о том, что в каждом народе был какой-то закон. Бог просвещает всякого человека, пришедшего в мир, который сам Бог привёл, создал и сотворил. Конечно же, этот свет есть в людях, но люди его не приняли и не принимают до сих пор. Бог явился для того, чтобы дать нам в себе пример и образец жизни. Это и была основная цель, самая суть явления Бога воплоти. Мы все помним, как в Евангелии законники, книжники, фарисеи, саддукеи спросят Иисуса, «Какая первая заповедь в законе? Какая наибольшая заповедь в законе?» Или «Что делать, чтобы наследовать жизнь вечную?» Правда, спрашивали они его это искушая, но Иисус им ответил так, как они и спрашивали, «Что первая заповедь в законе, или наибольшая, это возлюбить Господу Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей, всей крепостью твоей и всем разумением твоим. Вторая подобная ей – возлюбить ближнего твоего, как самого себя». Книжники отвечали, ну те, кто кто-то искушает, подкапываясь, спрашивал Господа об этом, кто-то реально хотел познать истину. Один из книжников ответил Иисусу, «Хорошо, учитель, истину сказал ты, что один есть Бог, и нет иного, кроме Него. И любить Его всем сердцем и всем умом, и всей душой, и всей крепостью, и любить ближнего, как самого себя, есть больше всех всесожжений и жертв». Иисус тогда ответил этому книжнику, «Недалеко ты от Царства Божьего». «Правильно ты отвечал, он ему сказал, так поступай и будешь жить». Тогда Иисус дал четкое понимание того, что знание – это еще не вечная жизнь, это еще не совершенство. Чтобы достичь вечной жизни, чтобы достичь совершенства, надо поступать так в этом мире, как поступал Бог, явившийся во плоти. Кто хоть как-то соприкасался с Писаниями Ветхого Завета, кто изучал так называемый Закон Божий, Закон Моисея, тот, конечно же, знает и помнит и понимает, что любовь к Богу в Ветхом Завете до явления Бога во плоти была сопрошена со множеством обрядов, делов культа, постановлений, заповедей человеческих, преданий, вымыслов и преданий человеческих. Любовь к ближнему была лишь к ближнему твоей национальности. И то вся эта любовь заканчивалась тогда, когда этот человек мог нарушить так называемые дела любви к Богу, собрав палочки по субботам или взяв что-то из того, что ему не принадлежало. Нарушив любой закон, человек мог быть этим же ближним, своим собственным, единокровным человеком, одной с ним нацией, можно сказать, даже в одном с ним дома живущем, мог быть им же побит камнями. Хотя справедливости ради надо сказать, что кто читал Моисей, уразумевая истину, даже тогда еще в Ветхом Завете говорил, что любить Бога и соблюдать Его заповеди – это одно и то же. Он говорил неоднократно, и эта фраза в Ветхом Завете повторяется из раза в раз, в том, что всем, кто любит Бога и соблюдает Его заповеди, законы и постановления, тот будет благословен от Бога. Когда Бог явился на землю, мы увидели, мы увидели, что понимание Моисея о Боге и многих ветхозаветных пророков и праведников были далеки от совершенства. Господь, восседая или возлежа со Своими верными учениками на прощальном ужине в последнюю ночь перед Его арестом, общаясь с ними, говорил такие слова «Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. И я умолю Отца Моего и даст вам другого утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины, которую мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его. А вы знаете Его, ибо Он с вами пребывает и в вас будет. Не оставлю вас сиротами, приду к вам. Еще немного, и мир уже не увидит Меня, а вы увидите Меня, ибо Я живу, и вы будете жить. В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас. Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня. А кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцом Моим, и Я возлюблю Его и явлюсь Ему Сам. Иуды неискариот говорит Ему, Господи, что это, что Ты хочешь явить Себя нам, а не миру? Иисус сказал Ему в ответ, Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое. Иисус не сказал, что буду соблюдать Слово Закона, Слово Моисея, Слово всех ветхозаветных пророков и царей, судей и мудрых людей, или даже Яхвы. Иисус сказал, Кто любит Меня, тот соблюдает Слово Мое. И Отец Мой возлюбит Его, и мы придем к Нему, и обитель у Него сотворим. Не любящий Меня, не соблюдает Слов Моих. По-другому, эти слова можно прочесть ровно наоборот. Не соблюдающий слов Моих, не любит Меня. Слово же, которое вы слышите, не есть Мое, но пославшего Меня Отца. Это сказал Я вам, находясь с вами. Слова Иисуса, это и есть слова Бога. Соблюдающий слова Иисуса, соблюдает слова Бога. Утешитель же Дух Святой, которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему, и напомнит вам все, что Я говорил вам. Мир оставляю вам, и мир Мой даю вам. Не так, как дает мир, Я даю вам. Да не смущается сердце ваше, и да не устрашается. Вы слышали, что Я сказал вам, Иду от вас, и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались бы, что Я сказал, Иду к Отцу, ибо Отец Мой более Меня. И вот Я сказал вам о том прежде, нежели сбылось, дабы вы поверили, когда сбудется. Уже немного Мне говорит с вами, ибо идет князь мира сего, и во Мне не имеет ничего. Но чтобы вы знали, но чтобы мир знал, что Я люблю Отца, ну, естественно, и ученики Его, и как заповедал Мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда. Это последние слова Иисуса, перед тем, как Иисус со своими учениками встает с прощального ужина. Затем они идут в Гефсиманский сад, в Гефсиманию, в Гефсиманский сад, где еще по дороге они достаточно долго беседуют друг с другом, Иисус с учениками, ученики задают Ему вопросы. Затем мы знаем молитву Господа в Гефсиманском саду, и затем Его арест. И вот эти слова на прощальном ужине, самые последние слова Господа, открывают нам тайну того, что любить Бога невозможно никак по-другому, как исполнять Его слово. А слово Его лишь в одном. Любить Бога, соблюдать заповедь, любить Бога, чтобы любить Бога, это же абсурдно. Иисус прямо сказал, мы знаем прекрасность, что Иисус никогда в Евангелии, нигде мы не слышали, чтобы Он кричал, как Он любит Бога. Мы не знаем ни одного Его дела, которое внешне, как-нибудь, показывало дело любви к Богу. Иисус этого никогда не делал, и этому никогда не учил. Иисус так и сказал, но чтобы мир знал, знал, увидел, но чтобы мир познал, чтобы вы познали, что Я люблю Отца. Это единственное место, где Иисус впервые и последний раз и единственное место говорит о своей любви к Богу. В чем Он ее выразил? Он сказал, что Я люблю Отца, чтобы мир знал. Как заповедал Мне Отец, так и творю. Встаньте, пойдем отсюда. Только что Он говорил о любви к себе, что она точно так же проявляется в соблюдении Его слов. Поэтому, конечно же, когда цитируют эти места, где законники спрашивают Иисуса, книжники, фарисеи, какая заповедь, первая заповедь, она абсурдна. Иисус лишь процитировал Моисея. Моисеи, которые любовь к Богу, дела закона, религиозного культа им созданного считались выше всего. Конечно же, Иисус открыл нам тайну, что Богу от нас ничего не нужно. Бог, Он творец неба и земли. Он все создал, и от нас Ему ничего не надо, кроме того, чтобы дети Его любили друг друга. А если мы любим друг друга, все Божье создание, животных, птиц, растения, всю землю, воздух, которым мы дышим, если мы все это любим, а любовь наша будет проявляться в делах, в делах заботы, попечения, творения, созидания, то, конечно же, в этой любви ко всему Божьему творению, все, что Он сотворил, мы проявляем свою любовь к самому Творцу Иисусу Христу. Все, чему учил Иисус, конечно же, это единственная заповедь, заповедь любви. Конечно же, выше всего на земле и высшее творение это человек, ибо человек является образом и подобием самого Творца, своего Создателя. Мы прекрасно знаем, что мы не просто Его творение, мы еще и Его дети, потому что являемся действительно настоящим Его образом и подобием. На этом же прощальном ужине Иисус говорил ученикам, заповедь новую даю вам, да любите друг друга, как Я возлюбил вас, так и вы да любите друг друга. Потому узнают все, что вы Мои ученики, в других местах Иисус уже позже называет учеников своих, а в них всех нас и друзьями, и братьями. Почему узнают все, что мы ученики Иисуса? Почему мы Его друзья, почему мы Ему братья и сестры, если будем иметь любовь между собою? Конечно, любовь к любящим, она в принципе кажется нам естественной, есть во всех народах. Но мы прекрасно с вами, те, кто читали Евангелие, знаем, какую любовь к ученикам явил Иисус. Все равно мы все зачастую даже над любящими нашими возносимся, кичимся, в основном требуем эту любовь, да? Иисус эти слова говорил не просто так, Он их сказал после того, как сделал величайшее дело, которое до сих пор удивляет и поражает и сражает сердца многих, многих, многих людей. На самом деле мы зачастую не умеем любить даже любящих нас. Конечно, эта планка невысокая, хотя Иисус это и сделал, и, конечно же, даже своим ученикам заповедовал любить и научил нас любить по своему примеру. Иисус не зря всегда говорит, бессмысленно было его явление. С небес эту заповедь мог принести кто угодно, любой пророк, любой человек. Бог мог и голосом говорить живым, мог говорить это через любого человека, но он сам явился для того, чтобы показать пример. Именно поэтому он и сказал, заповедь новую даю вам, долюбите друг другу. В чем ее новизна? Новизна ее в том, что Иисус, Бог, явившийся во плоти, сам показал нам делами, как надо любить. Потому он и сказал, возлюбите друг друга, как я возлюбил вас, так и вы долюбите друг друга. Все слова, эти очень важны, Иисуса. Он же их говорил не просто так, для того, чтобы мы поняли истину. Что же он сделал тогда? Перед праздником Пасхи Иисус, зная, что пришел час его перейти от мира этого к Отцу, явил делом, что возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их. И во время ужина, когда дьявол уже вложил в сердце Иуде Сименово Искуриоту предать его, Иисус, зная, что Отец все отдал в руки его, и что он от Бога и шел и к Богу отходит, встал с ужина, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался, потом влил воду в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. То, что сделал Иисус, это не просто какое-то пафосное умытие ног, знаете, такое публичное, так скажем, уничижение самого себя, нет, это действительно было делом того времени на Востоке, люди в основном это дело жаркое, мы знаем, там в основном круглый год лета, люди ходят в основном в сандалиях, конечно же, в богатых домах, у богатых известных людей, у них всегда есть слуги, рабы, помощники, да и пусть даже если это члены его семьи, более, так скажем, по социальному, по семейному рангу ниже там господина, то есть отца в доме, это его дети, может быть, какие-то родственники, возможно, та же самая жена, да, конечно же, Господь делает настоящее дело любви, которое делает, ну, Он делает дело раба, да, дело и уничижается до этого дела, но Он показывает, что это и есть дело любви. Делает Он это, конечно же, не случайно, благодаря разным Евангелиям, описанным разными учениками, мы видим, что на протяжении всего служения и пребывания учеников с Иисусом, они все время постоянно кичились и возносились друг на другом и пытались выяснить, кто же из них выше, кто же из них главнее, кто же из них ближе к Иисусу, и мы благодаря Евангелию от Луки знаем, что даже это происходило на этом прощальном ужине, который они не уразумевали, они не понимали, что это прощальный ужин, потому и для них это был обычный день, на который они в очередной раз выясняли, кто из них выше, но Иисус им явил такую, такое вот дело любви, подходит к Симону Петру и тот говорит ему, Господи, тебе ли умывать мои ноги? Иисус сказал ему в ответ, что я делаю сейчас, ты не понимаешь, а уразумеешь после. Петр говорит ему, не умоешь ног моих вовек. Иисус отвечал ему, если не умою тебя, не имеешь части со мной. Симон Петр говорит ему, что такая часть? Конечно же, Господь ему говорит, Бог есть любовь, и если ты будешь делать такие же дела любви, которые я сейчас тебя научу, тогда мы будем с тобой одним целым. Потому что пребывающий в любви к человеку пребывает в Боге и Бог в нем. Симон Петр говорит ему, Господи, не только ноги мои, но и руки и голову умой. Иисус говорит ему, а мы тому нужно только ноги умыть, потому что чист весь, и вы чисты, но не все. Ибо знал он предателя своего потому и сказал, не все вы чисты. Когда же умыл им ноги и надел одежду свою, то возлегший опять сказал им, знаете ли, что я сделал вам? Вы называете меня учителем и Господом, господином, да? И правильно говорите, ибо я точно кто. Итак, если я Господь и Учитель умыл вам ноги, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что я сделал вам. Обратите внимание всегда на эти слова дело, дело, делал, 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 делал. Пример, образец, пример, как я. Истинно, истинно говорю вам, раб не больше господина своего и посланник не больше пославшего его. если это знаете, блаженны вы, когда, когда знаете, нет, Иисус говорит, блаженны вы, когда исполняете. Конечно же, такую любовь к своим людям, не надо забывать, что многие из учеников Иисуса были друг другу родственниками даже, да, братья, мы это видим, братья, сестры, это были разного рода еврейские, даже, можно сказать, общины, в которой тоже считались многие близкими друг друга. Они были далекими или близкими родственник друг другу. Конечно же, в этом поступке, в этом прощальном ужине Господа с учениками мы видим образец любви к любящим нас. В принципе, неважно. Конечно, там были родственники, мы знаем, что многие из них были братьями, да, по парам, по трое. Мы видим, что это были действительно братья, да, родные или двоюродные, но мы также понимаем, что ученики были и друг другу, так скажем, далекими родственниками, хотя все они были от 12 колен израилевых. И Господь научил нас любить таких людей, каких своих близких, родственников, действительно, кто к нам хорошо относится. Мы их в мире называем друзьями, может быть, это сослуживцы, люди, которые действительно к нам хорошо относятся, с которыми мы знаемся, с которыми мы имеем общение. Как их надо любить? Действительно, прекрасный символ, это умывание ног, который в образе всегда тебе напоминает, что ты должен сделать любящему тебя. Но мы с вами прекрасно помним, ведь Евангелие, Бог явился в оплоте не для того, чтобы показать любовь к любящим нас. Господь нас возводил на высокую степень, на ту степень, которую в мире, хотя, казалось бы, в сердце каждого человека это есть, но люди до сих пор этот свет не хотят принимать. В Евангелии от Луки, в Нагорной проповеди, всем известно, Господь говорил такие слова. «Если любите любящих вас, какая вам зато благодарность, ибо и грешники любящих их любят? Если делаете добро тем, которые вам делают добро, какая вам зато благодарность, ибо и грешники тоже делают? Если взаймы даете тем, от которых надеетесь получить обратно, какая вам зато благодарность, ибо и грешники дают взаймы грешникам, чтобы получить обратно столько же?» Мы видим слова, конечно же, уже в умах многих людей, хотя в сердцах, я говорю, у каждого этот свет присутствует, но ум всегда противится. Не зря здесь Господь говорит, кто такие грешники? Конечно же, это грешники, это люди как раз, которые любят только своих. И уже любого человека, не любящего его, никак который ему не знаком, это не его родственник, не его друг, не его сослуживец, это тот человек, которого он знать не знает, которого никто ему никогда ничего не сделал, потому что любовь проявляется в делах. Это просто человек. Я иду мимо него, он идет мимо меня по улице, когда я иду на работу, в школу, институт, куда угодно, да? Еду к себе на свадьбу, это любой человек, любой человек. И Господь говорит, что любить этих любящих, это минимальная норма, за которую даже благодарности, как мы будем требовать. Ибо в принципе, если мы любим любящие, ведь эти же, они же не зря названы любящими, значит, эти люди как-то проявляют к нам свою любовь, а значит, они нас уже благодарят. Нам нечто просить, еще от Бога какой-то сверхблагодарности, да? И не зря в Луке написаны не язычники даже, а очень хорошо грешники. Ну, по-современному, я, конечно, надеюсь, меня будут слушать разные люди, но в частности, конечно же, христиане. И мы-то христиане через две тысячи после Рождества Христова уж должны-то мудростью своей уразуметь и вместо слова грешники подставить еще и слово нехристиане. Ведь и нехристиане любят любящих и делают добро тем людям, которые им делают и дают взаймы, от которых хотят получить обратное, вернуть, даже без процентов, а то, что хотя бы отдали. Все это делает весь мир, это делают и грешники, то есть люди, которые вот именно максимум какое-то добро делают, но творят очень много беззаконий и зла относительно людей, животного, растительного мира и даже неживого, всей планеты, да, камней, земли. Казалось бы, она не живая, но она все чувствует, да, мы все нарушаем, всегда мироздание, когда что-то уничтожаем, что-то загрязняем, все это приносит зло. Причем через это загрязнение мы приносим зло окружающим людям. Как мы можем забыть эти слова Иисуса? Конечно, они для нас страшны, конечно, они переворачивают и возвращают нас к свету и переворачивают нашу ту греховную сущность, мы же никогда этого не делали. Мы всегда были холодны к окружающим нас людям, а возможно, даже не просто равнодушные холодны, а творили им зло. И Господь говорит, что именно это нужно делать. Еще мне хотелось бы всегда, я говорю об этом в своих проповедях, ведь подумайте над глубиной этой фразы. Очень часто все конфессии, все религиозные секты любят говорить о любви Бога к человеку и призывают нас вот к этой первой заповеди, о которой мы с вами только сказали, любить Бога. Подставьте сюда, как во вторую часть вместо грешников не христиан, так подставьте в первую часть, какая нам награда и благодарность и на что мы надеемся от Бога, если мы любим Бога, любящего нас. Да, Бог нас любит больше каждого человека на земле, Бог нас сотворил и как писал один из его великих учеников апостол Павел, Бог подает все потребное не только нам для жизни, как он писал в своем одном из посланий, но и для наслаждения. Подает все обильно, Бог любит больше нас всех, Бог нас может подать нам обильно для жизни наслаждения, даже непосредством людей все это, может посредством ангелов, посредством природы, а может и вообще просто духом своим святым исполнить так человека, что он будет и на третьем, и на седьмом, и на сотом, и на самом-самом высоком небе от счастья. Но какая нам от этого польза? Какая нам за это благодарность? Иисус прямо ответил, ибо и грешники любят своих богов, которые им дают, пусть вселенную, кто, кого, за что благодарит, за добро делают это и грешники, в этом нет ничего великого, именно поэтому Иисус никогда не концентрировал, Бог, явившийся во плоти, никогда не концентрировал внимание, Он никогда, Иисус, не просил любить Бога, Он никогда не просил любить себя, Он сказал, если вы любите, это закон жизни, если вы любите Бога, если вы любите меня, Он сказал, и по закону Божьему природы, математике, если А равно Б, а Б равно С, то А равно С, Поэтому любить Бога и любить Иисуса это одно и то же, а значит Иисус и есть Бог. Иисус пришел, Бог пришел на землю именно для этого, чтобы явить нам любовь, дать пример образец любви к людям, к окружающему миру, не к себе. К себе он ничего не требовал и не требовал никаких дел любви к Богу или даже к себе. Он ни в чем не имел нужды, как писали о нем те же самые его ученики. Ни в чем. Он есть Бог и все было в руках его. И вот уже продолжая ту же самую тему, вы помните, что ведь когда речь-то на самом деле с теми книжниками, законниками, учителями, фарисеями не закончилась, да? Иисус сказал им, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить. Но мы узнаем, что речь, оказывается, продолжалась. Но этот книжник, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний? На это Иисус сказал ему, некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю, один священник шел той дорогу и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него, ну, наткнулся на него и увидел его и сжалился, и, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал содержателю гостиницы и сказал ему, позаботься о нем, и, если сдержишь, что более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих думаешь, ты был ближний попавшемуся разбойнику? Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему, иди, и ты поступай так же. В этой прекрасной притче Господь нам явно указывает. Господь не специально берет священника и левитов, да, кто знает, это люди, принадлежащие, так скажем, к Дому Божьему. Левиты, которые смотрели за, каждый за своей, так скажем, сферой в храме Соломона, да, во всем этом культе Моисеева. У каждого были какие-то свои узкие обязанности. Ну и священники это те, которые возносили молитвы, кадили, просили за Бога, да, заколали там жертвы. И Господь показал, что эти люди ничего не сделали. Более того, кто знает, иудеи с самарянами не общались, потому что считали их за ничто. И вот тот человек, который увидел нуждающегося, зная, что тот его почитает ни за что, конечно же, человек, шедший из Юрусалима, в Верихон, речь о ком? Конечно же, о таком же иудее. Шел он же из Юрусалима, значит, он иудей. Он идет по своим делам в грешный город, да. И самарянин, зная, что его почитают за ничто, что с ним не общаются, несмотря на все это, оказал этому человеку нереальную любовь. Он был ему никем. Более того, да, этот человек самого самарянина, доброго самарянина, вменял ни во что. Да, кто он есть? Ему не позволено. У них нет храма Соломона, храма Дома Божьего, у них нет священников, левитов, у них нет закона Божьего. Кто они есть? И вот этот никто делает нереальную любовь к человеку. Он не просто подошел и покивал головой, вах-вах-вах, как же все плохо. Не просто качай головой. Этот человек склонился к нуждающимся. Сделал все, что он мог на дороге. И не просто бросил ее там, перевязав его раны, возлив масло и вино. Нет. Он посадил его на своего осла. Этот человек, возможно, был окровавленный, грязный. Он не жалел своих одежд, он не жалел своего осла. Он сам сошел и шел пешком, а человек этот не взади плелся, а он ехал на ослике. Он его посадил на ослика своего, а сам шел пешком. Привез его в гостиницу, в больницу, как хотите. И не просто его там бросил. И не просто заплатил за него сколько-то. Он поднял этого человека абсолютно, сто процентов на ноги. Сколько считал нужным по своему человеческому мозрению. Он дал хотите врачу, хотите этому гостиничному хозяину, чтобы тот о нем позаботился и поднял его на ноги. Но он сказал, что скоро он вернется, завершив свои дела. И если он что-то издержит больше, он все ему возместит. Вы знаете, такой любви в мире совсем немного. Да, такие люди есть. Причем эти люди, конечно же, так как Бог просвещает всякого человека, такие люди есть во всех народах, во всех религиях или вне религии. Даже в среде атеистической. Хотя это, конечно же, редкость. Очень часто мы можем, рассмотрев более глубже чей-то поступок, мы понимаем, что кто-то делает это для пафоса, кто-то для того, чтобы попасть в президенты, депутаты, цари, еще куда-то, да, занять какие-то главенствующие должности. Кто-то из тщеславия, кто-то, потому что так надо, кто-то знает, что подумают плохо, если это происходит прямо где-то при чьих-то глазах. Да, и редко мы найдем, на самом деле, конечно же, людей, которые, именно познав истину, открывшись в своей сущности, потому что Бог нашей сущности, Бог просвещает каждого человека, мы все это знаем. И тот, кто открывается самому себе, истине, Богу, любви, благодати, потому что, делав это, мы сами становимся богами, мы сами становимся блаженными и счастливыми. Не зря Господь все время исполнение своих заповедей говорит, и ассоциирует, и оппозиционирует с блаженством, да, что любовь к людям делает человека самого счастливым, потому что Бог есть любовь, и Бог есть благо, а пребывающий в любви к человеку и творящий любовь к человеку пребывает в Боге, и Бог в нем. А Бог есть благо, Бог есть счастье, Бог есть радость, Бог есть мир. Конечно же, это не у многих, и нам надо научиться, кто этот ближний, кто. Иисус сам не сказал, он спросил, да, и тот ответил, оказавший его милость. Но я хочу сказать, Бог же всех нас спрашивает, давайте каждый ответит на этот вопрос Иисуса. Я отвечаю так, это все нуждающиеся люди, которые попадаются мне на пути моей жизни. На каком, на расстоянии моего глаза я их вижу, на расстоянии моих руки я могу действительно ему что-то сделать. Да, есть несчастья, в которых мы не можем принять участие, они порой показаны нам по телевидению в тысячах километрах от нас, и в принципе мы понимаем, что у людей горе, но помочь мы почти ничем не можем. Ну, конечно же, люди, которые встречаются, тем более просто современный мир, телевидение, интернет, да, мы можем, мы можем в сердце посочувствовать, если, конечно, есть возможность. Так как есть интернет, и мы видим, конечно, эти катаклизмы, также есть интернет, и который позволяет делать денежные переводы, посылки, и сейчас все это быстро. Конечно же, мы и там можем помочь. Вот. Ну, в принципе, конечно же, это человек, который на пути нашей жизни, на расстоянии, как я говорю, вытянутой руки, то есть кому мы можем помочь, или вытянутой, пошедшей ноги, да. Это эти люди, неважно, кто он тебе, родственник, друг, брат, сосед, единоплеменник, единоверец, нет, это любой человек. И действительно, как Господь показал, это может быть даже человек, который, в принципе, к тебе не очень хорошо относится, потому что иудеи с самарянами не общались, по причине того, что почитали их за грешников, еретиков, а, общим словом, скажем, ни за что. И вот все эти люди, ну, хотя они не причиняли, так скажем, никакого, просто пренебрегали, просто были надменны, горделивы, возвышаясь над тобой. И вот даже таким людям, конечно же, мы должны помогать, понимая то, что когда ты поможешь этому человеку, потом, возможно, он станет тебе другом, да. Так мы должны заквашивать мир, так мы должны сами возрастать. Но эта планка не самая высокая. Вы знаете, Господь бы мог научить любви людей и с небес, говоря им, любите врагов ваших, любите врагов ваших. Ну, как вы думаете, кто бы стал исполнять? Мы помним еще, кто читал Ветхий Завет, еще Израиль, люди еврейской национальности, когда Моисей давал им закон, они говорили, кто зайдет на небо принести нам заповедь, да. То же самое потом говорил Павел, вспоминайте слова подобные, только применяя уже ко Христу. И, конечно же, если бы Господь с небес учил людей любить врагов, ну, какая была бы наша реакция? Мы говорили, а ты-то сам можешь, кто-то есть, тебе хорошо, ты тиран, сидишь наверху, злостный бог, грешников карающий, ну, иногда, может, там кого-то помилуешь, тебе надо куча жертв, куча там всяких праздников, обрядов соблюдать. Ну, сам-то ты любишь в родов, ты-то готов, ты знаешь, как тяжело, вот он мне столько зла сделал, почему я должен его любить, да. Конечно, мы бы тыкали этим Богу, если и не прямо. Мы помним Адама, который с Евой, которые уже тогда тыкнули Богу, и этот первородный грех до сих пор сидит во всех нас. Мы все время ему тыкаем, ты-ты-ты. И, конечно же, если Бог нас в небе сучил любви к врагам, это люди, причиняющие нам зло, страдания, скорби. Конечно, в сердце, даже если мы это голосом не озвучим, мы все прекрасно знаем, что в нас. Это точно так же, как мы человеку, власть имущему, в лицо не можем ничего сказать, но вы знаете прекрасно, что мы о нем думаем, ну и потом перемываем косточки ему за глаза с нашими любящими нас людьми, да. И, конечно же, любить врагов, кто нам подаст настоящие примеры? Заповедь с небес, она так бы никогда не соблюдалась. Заповедь с небес была любить ближнего, древним сказано, Моисеем, да. Любить ближнего твоего и ненавидь врага твоего. Но кто знает историю израильского народа, они даже ближнего, они даже своего любить не могли. Они друг друга порабощали. Через некоторое время, буквально после Моисея, они развалились на два государства, израильское и иудейское, и уже потом всю историю вырезали даже друг друга. Также внутри этих царств колено ругались, и также даже в плоти, я говорю, доходилось, не просто ругань, до убийства. То есть не то, что любовь, а еще и до ненависти к ближнему своему докатывались. То есть, казалось бы, заповедь, данную с небес Богом, любить ближнего и ненавидеть врага своего, но это не Бог, правда, ненавидеть давал, да, но любить ближнего, вот, Моисей, конечно же, интерпретировал все это еще и в ненависть ко всем окружающим, вот, но они даже этого не смогли соблюсти, и любовь к ближнему переросла в ненависть. И это, конечно же, не в одном Израиле, это во всех людях на земле, во всех народах, во всех течениях, во всех национальностях, в каждом, в каждом уголке нашей прекрасной земли, Богом сотворенной. Кто мог дать нам этот пример? Кто нам дал этот образец? Конечно же, Господь. Господь говорил в Нагорной проповеди еще в самом начале своего учения, своего служения, вы слышали, что сказано, люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего, а я говорю вам, я же говорю вам, любите врагов ваших, как любить, что такое любить, благословлять, то есть говорить добрые слова, проклинающих вас, благотворить ненавидящим вас. Здесь уже это не просто люди, это именно враги, это люди, причиняющие нам скорбь, страдания, обиды. И молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Молиться, конечно же, это внутреннее желание, пожелание или помыслы, сердце. Сначала мысль, потом мысль превращается в слова и дела. И вот Господь сказал, желайте всего самого наилучшего, даже врагу. И тогда у вас это проявится в слове и в деле. Да будете сынами, отца вашего небесного. Если вы заметили, то любовь к любящим не делает нас сынами Бога. Да, Господь нам заповедовал минимальную и показал просто величайший пример любви к любящим. Ведь, как я уже говорил, мы тоже любим любящих очень по-разному. Мы сегодня можем с одной руки кормить, другой по голове стучать. Конечно же, Господь этим примером умывания ног явил нам высшую любовь. Да, любовь уже к посторонним, ко всем людям. Не то, что ненависть, а даже любовь, проявление любви ко всем посторонним людям. Причем даже к нам пренебрегающими, может быть, да, возносящимися над нас. Какой-нибудь это власть, имеющий человек. Ну, вы знаете, может возноситься и человек, который ничего не имеет в этой жизни, а мнит себя просто королем и королевой. Господь показал нам пример, что если у этого человека беда, помоги ему. И ты тогда, Господь сказал, будешь иметь вечную жизнь. Ну, вы знаете, живут все по-разному на этой земле. Вы знаете, одни живут и говорят, хоть бы завтра умереть. Другие живут, кайфуют изо дня в день. Все у них есть. То есть, можно жить хорошо, а можно жить лучше. Жить хорошо, а хорошо жить еще лучше. Знаете, такую юморную пословицу? Вот, конечно же, можно жить, а есть такое слово, как благо бытие, религиозное, церковное слово, да, у верующих. Что такое благо бытие, бытие жизнь, благо счастья, то есть счастливая жизнь. То есть, можно жить, а можно жить счастливо, можно жить в радости, в изобилии. И, конечно же, лишь любовь к врагам Господь дал с обетованием, что именно дети Божьи, не потому, что мы веруем в Иисуса, не потому, что мы верим в Бога и любим Его, нет. Иисус сказал, что сынами и дочерьми, то есть детьми Божьими, будут только те, кто любит врага своего. И Господь говорит, почему? Почему? Потому что Бог и есть любовь. Ибо Он повелевает, Отец, Бог, солнцу Своему восходить над злыми и добрыми. и посылает дождь на праведных и неправедных. В Луке будет сказано, что Бог любит праведных и неправедных, любит добрых и злых, и всем благодетельствует. Ибо если вы любите любящих вас, в том числе Бог, я все добавляю, какая нам зато награда? Вам, Иисус сказал. Я уже говорю от первого лица. Я и к себе, естественно, это применяю впервые, в очередь. Не то же ли делают и мытари? Если вы приветствуете только братьев ваших, что особенно вы делаете? Не так же ли поступают язычники, грешники, язычники, мытари, власть имущие, да? Я говорю, давайте мы, как христиане, прочитаем это правильно и мудро. Не христиане. И Господь заканчивает. И так будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный. Вот какому совершенству призывает Иисус. «Любите врагов ваших, Иисус». Конечно, да. Мы знаем, как он отдал себя на мучения, на смерть руками грешников. Давайте вспомним, что же тогда произошло. Велись с ним на смерти двух злодеев. Мы прекрасно помним слова Иисуса при аресте, что он сказал, когда Петр обнажил свой меч и стал защищать Иисуса. И даже отрубил, промахнувшись мимо головы, ухо одному из воинов, которые пришли взять Иисуса. Он сказал, вложи свой меч в ножны свои. Неужели ты думаешь, что я не могу призывать двенадцать легионов ангелов, которые заступили из-за меня? Господь сказал, «Никто не может отнять у меня эту жизнь, я сам ее отдаю». Господь добровольно оставил нам пример той божественной любви, о которой и учил нас. Он ничего никогда не говорил, чего потом или вперед не подтверждал делами. Велись с ним на смерти двух злодеев. И когда пришли на место, называемое Лобное, то распяли его и злодеев, одного по правую, а другую по левую сторону. Иисус же говорил, «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». И делили одежды его, бросая жребий. И стоял народ и смотрел, насмехались же вместе с ним и начальники, говоря, «Других спасал, пусть спасет себя самого, если он Христос, избранный Божий». Так же и воины ругались над ним, подходя и поднося ему уксусы, говоря, «Если ты царь иудейский, спаси себя самого». И была над ним надпись, написанная словами греческого, римского и еврейскими, «Царь иудейский». Один из повешенных злодеев злословил его и говорил, «Если ты Христос, спаси себя и нас». Другой же напротив унимал его и говорил, «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же? И мы осуждены справедливо, потому что достойное по делам нашим приняли, а он ничего худого не сделал». И сказал Иисус, «Помяни меня, Иисусу этот разбойник, вспомни обо мне, помяни меня, Господи, когда придешь в царство твое». И сказал ему Иисус, «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Из других Евангелий мы знаем, что на самом деле его сначала поносили оба разбойника. Конечно же, боль, хотя и справедливо осужденного, человек раздирает, да, он рвется, прибитый ко Христу, ему больно, он в агонии, конечно же, он зол на весь мир, этот человек и был исполнен этим злом, не зря этих разбойников распяли. Но потом одного из них свет, который просвещает всякого человека, касается его, да, и он, зная, возможно, он знал об Иисусе, намногое сокрыто. И он говорит, «Господи, помяни меня», хотя только что поносил его, только что тоже ругался на него. И это уже не тот избитый человек разбойниками, который, может, и превозносился над самарянином, будучи иудеем, но никак это, грубо говоря, не выражал, да, ничего плохого не делал. Они просто, как написано, мы с вами знаем, иудеи с самарянами не общались. Этот же человек поносил его, обижал его, оскорблял, смеялся. Мы же видим, что говорил ему другой, который так и ничего не понял, даже вися на кресте. И только человек этот кается, только до него доходит, что все-таки надо вернуться ко свету в своей жизни. Господь тут же ему говорит. И вы знаете, он ему говорит, такие волшебные для меня слова, просто нереальные божественного уровня. Он не просто обещает ему рай, вы знаете. Для настоящего человека, который есть дитё Божье по своей, в принципе, природе, ибо сотворён и рождём Богом, нет ничего выше быть дело даже не в раю. А где? Как говорят, с милым и в рай в шалаше. С милым, с любимым, да. Главное, что быть с любимым, неважно где. Можно быть в шалаше, можно быть в аду, можно в средней коммуналочке жить, главное с любимым. Вот так и здесь. Вы знаете, для настоящего человека нет ничего выше, чем быть с любимым, с Богом. И что же обещает ему Иисус? Просто рай нет. Он говорит, ныне же будешь со Мною в раю. Вы знаете, может быть ли, что большего? Конечно, нет. Иисус явил нам нереальную любовь. Причём, это именно дело. Это не просто слова. Да, Иисус сказал ныне, сегодня же. Да, это будет позже, но это будет, и это будет с Иисусом Христом. То есть, он получает рай со своим любимым. Не просто с любимым в шалаше, он получает и любимого, и рай. Потому что, конечно, с любимым и в шалаше хорошо, но лучше где-нибудь на Гавайях. Вот она, Божья любовь. Не знаю, может быть, что-то выше этого. Может быть. Может быть. Мы просто видели эти слова впереди, и теперь к ним вернёмся. Иисус, вися на кресте, видя вокруг себя всех его судей и палачей, что он говорит о них Богу? Отче, прости им, ибо не знают, что делают. Мы всё время, конечно же, даже не забываем, я многим говорил, многие то ли не хотят это видеть, то ли не знают, не понимают этого. Иисус есть Бог. Кажется, это просто слова. Это то, чему учил Иисус. Молитесь, желайте этим людям блага. Но надо же понять, что он им не только молится, он их только что благословил, сказал благое слово. То есть, помимо того, что это его внутреннее желание, это его мольба, это его слово, и это его дело. Ибо все эти люди, которые его судили, арестовывали, судили, не защищали, предавали, казнили, будучи палачами, бичевали, распинали, издевались над ним. Все эти люди имеют дыхание жизни в себе. Именно благодаря только тому, они поддерживаются, и жизнь их не поддерживается, только потому, что Иисус им даёт её. Это дыхание жизни. Помимо этого, мы прекрасно понимаем, хоть это всё и за кадром, что у этих людей были семьи, жёны, друзья, соработники, совойны, с которыми они ели, пили, веселились каждый день, и по распятии Иисуса. И в тот же вечер уж, безусловно. Отсюда мы и видим благость и любовь Божью, которую ведёт каждого человека к покаянию. И Бог не хочет, чтобы ни один человек вечно закис во зле. Конечно же, Бог ждёт, когда каждый человек обратится к Нему. И поэтому, даже, когда Бог своим явлением во плоти, в этом смертном теле показал, что, конечно, дай власть человеку, они готовы и Бога убить. Да, Бога убить невозможно. Иисус воскрес в третий день по Писанию, о чём мы знаем. Но если бы это возможно было, люди бы это сделали. Иисус явил нам эту любовь. Вот она, вся суть Евангелия. Вся суть, которую, которую, не знаю, как ещё описать. Бог нам дал не просто слова, не просто заповедь с небес, не просто через какого-то пророка всё это сказал. Бог в себе показал настоящий, деятельный пример любви к человеку. Вся его жизнь, которую мы сегодня в этом слове пропускаем, о всех его благодеяниях, как написал его любимый ученик апостол Иоанн Богослов. Апостол любви, конечно, сказал, что всех благодеяний Иисуса невозможно написать, что и миру не вместить всех книг, если их описывать. Конечно же, мы прекрасно понимаем, что речь идёт и о благодеяниях его трёхлетней проповеди, и показания в себе этого образа жизни и, конечно же, о том, что Бог, Иисус есть Бог и все его дела ни в какие книги никогда не вместить. Что же говорил Иисус по Своём Воскресенье? Иисус воскрес, Он Бог и имеет жизнь в самом себе. Когда Он явился ученикам, Он им сказал, Идите, научите все народы. Вы знаете, чтобы не быть кратким, давайте всё-таки вспомним, с чего опять начинается Нагорная проповедь. Господь говорит, вы соль земли. Если же соль потеряет силу, то чем сделаешь её солёной? Она уже ни к чему не годна, как разве выбросить её вон на попрание людям? Вы свет мира, не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу, не ставит её под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш перед людьми. Что же это за свет? Бог есть свет и нет в нём никакой тьмы. Бог есть любовь. Свет и любовь это одно и то же слово, это лишь символ. Мы же прекрасно знаем, что Бог это даже не свет, потому что Бог сотворил свет. Вы же помните, как это нам описано в первой главе книги Бытия, в первых стихах. Чтобы они видели ваши добрые дела, вот что такое свет, и прославляли Отца вашего небесного. Господь не заповедовал нам на всех углах улиц кричать и славить Бога, и кричать, как мы любим, любим нашего Бога, любим любящего нас. Нет, Иисус сказал, светите добрыми делами, светом добрых дел, и люди будут прославлять небесного Отца. Не думайте, что я пришёл нарушить законы или пророков, не нарушить я пришёл, но исполнить. Конечно, эти слова нам открываются в последних словах этой же Нагорной проповеди. Речь идёт не о соблюдении Иисусом закона, а о том, что Иисус и скажет в конце Нагорной проповеди, что весь закон и пророки в том, чтобы поступать с человеком так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. И так во всём, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними, ибо в этом закон и пророки, и именно это пришёл Иисус исполнить. Конечно же, здесь речь идёт не о соблюдении законов культа, приносении жертв, храмов, песенок, свечек. Нет, речь идёт, конечно же, о том, чтобы мы поступали, как Иисус и сказал, в этом законе пророки, которые он пришёл исполнить, а не нарушить, чтобы поступать с людьми так, как ты хочешь, чтобы поступали с тобой. Ибо истинно говорю вам, доколе не придёт небо и земля, ни одна йота и ни одна черта не придёт из закона, пока не исполнится всё. Здесь, конечно же, Иисус говорит о пророчествах о себе. И так, кто нарушит одну из заповедей сих малейших, какие заповеди, которые давал Иисус? Не закон Божий, не Моисей, не Яхва, не предание старцев и учения человеческих, а заповеди Иисус. И научит так людей, тот малейшим наречётся в Царстве Небесном, а кто сотворит и научит. Это красная линия. Сам Иисус пришёл, именно для этого Он и пришёл во плоти, чтобы дать нам пример и только тогда учить. Слово без дела, вы знаете, это пустой звук. Его один из тоже любимых, я бы сказал, всё-таки, хоть и не учеников, потому что не ходил с ним, но апостолов, апостол Павел говорил, если я всё, всю веру имею, все знания, да, все дары Духа, в том числе проповеди и дар слова, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Кто сотворит и научит так людей, тот великим наречётся в Царстве Небесном, то есть детём Отца Небесного, детём Бога. Ибо говорю вам, если праведность ваша не превзойдёт праведность книжников, кого, кто на словах говорит и не делает, и фарисеев, которые соблюдали всё, что угодно, кроме одной единственной заповеди о любви к человеку и всему Богом созданного, то вы не войдёте в Небесное Царство. И один из же учеников пошли в Галилею на гору, куда повелел им Иисус. И, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. И приблизившись, Иисус сказал им, да нам не всякая власть на небе и на земле, и так идите, научите все народы, уча их соблюдать всё, что Я повелел вам, и вот Я с вами во все дни до скончания века. И сказал им, идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. И они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкреплении Слова последующими знамениями. А Господь после этого вознёсся на небо и во сне воссел одесную Бога. То есть, красные линии, конечно же, мы видим, в чём суть Евангелия. В Евангелии Господь нам дал пример своей жизни, как надо любить. Всё это подтвердило своими словами, и мы с вами должны соответственно всё это исполнять, этим уже светить и проповедовать, и естественно все свои дела подкреплять и говорить словами. Давайте послушные «И сами будьте святы во всех словах, нет, поступках, ибо написано «Будьте святы, потому что я свят». Если вы называете Отцом того, который нелицеприятно судит каждого по делам его, не поверя, по делам, то со страхом проводите время странствования вашего, путь нашей жизни. «Знаешь, что не тленным серебром или зорлотом искупленным вы от суетной жизни, преданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но и вившегося в последние времена для вас, уверовавших через него в Бога, который воскресил его из мертвых и дал ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога. Очистив души ваши послушанием истине через Духа, в нелицемерном братолюбии постоянно любите друг друга от чистого сердца, как возрожденный не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божьего, живого и пребывающего вовек. Ибо всякая плоть, как трава, и всякая слава человеческая, как цвет на траве, засохла трава, и цвет ее опал. Но Слово Господне пребывает вовек, а это есть то Слово, которое вам проповедано. Итак, отложи всякую злобу и всякое коварство, и лицемерие, и зависть, и всякое злословие, как новорожденные младенцы, возлюбите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам, возрасти во спасение. Спасение дается нам не просто так. Спасение надо еще вырасти. Любовь к любящим ничего тебе не дает, и грешники тоже самое делают. любовь ко всем людям, хотя бы не творящим нам зла, да, к посторонним, конечно, дает нам жизнь вечную, как и сказал Иисус книжнику, но детьми Божьи мы становимся только тогда, когда мы любим врагов. если вы вкусили, что благ Господь. Приступай к нему камню живому, человеком отверженному, но Богом избранному, драгоценным, и сами, как живые камни, стройте из себя, нам надо строить дом духовный. Священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом. Богу никакие больше в Новом Завете, да и как и Ветхом, не нужны. Сердце чистое, еще в Ветхом Завете говорил его пророк, сази, жди мне Божий, дух правый обнови в утробе моей. Сын, дай мне свое сердце, есть и такие слова. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю, все уникальный, камень краеугольный, избранный, драгоценный, и верующий в него не постыдится. Итак, он для вас, верующих, драгоценность, а для неверующих, камень, который отвергли строители, но который сделался главой угла, камень притыкания и камень соблазна, о который они притыкаются, не покоряясь слову, на что они и оставлены. Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет, некогда не народ, а ныне народ Божий, некогда непомилованные, а ныне помилованные. Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и проводить добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя, увидя, Петр услышал проповедь Иисуса, тогда светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Петр так и говорит только другими словами, дабы они за то, за что злословят вас, как злодеев, увидя ваши добрые дела, прославили Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству для Господа, царю ли как верховной власти, правителем ли как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро, ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежества у безумных людей, то есть любить врагов делами, добрыми делами. Безумные люди кто такие? Враги наши, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божьи. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Слуги, со всяким страхом повинуйтесь господам не только добрым и кротким, но и суровым. Ибо то угодно Богу, если кто, помышляя о Боге, переносит скорби, страдая несправедливо. Ибо что за похвала? Заметьте, опять те же самые слова. Петр, ученик Иисуса, понял все это, что говорил его учитель. Что вам за похвала, если вы любите любящих, если вы терпите, когда вас бьют за проступки? Но если делая добро, какая похвала? нас за поступки бьют. Но если делая добро и страдая терпите, это угодно Богу, ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас. И какие великолепные говорит слова апостол Петр оставив нам пример, дабы мы шли по следам его. Вот она суть, вот оно в чем причина явления Бога воплоти Иисуса Христа, вот в чем вся суть Евангелия, жизнь и история и учение Иисуса, его учение в его жизни, в его словах, потому что он внутри такой есть и явился нам. Он страдал все это, творил дела любви, страдая за них, только для того, чтобы оставить нам пример, дабы мы шли по следам его стопочка в стопочку. Вы знаете, мои дорогие, закончить я хочу тем, как раз я не просто так прочитал именно апостола Петра, хочется мне закончить конечно же теми событиями, которые описаны у нас в Евангелии, где как раз впервые апостолы, ну, тогда Петр в принципе за всех как бы нам описано, впервые признают Иисуса Мессии, да, царем Израиля. Придя же в страны Кесарии Филиппов, Иисус спрашивал учеников своих, за кого люди почитают меня? Я просто хочу, чтобы мы в конце этого моего видео обращения, слова, проповеди, тоже ответили себе вопрос, кто для нас Иисус Христос? Иисус спрашивает, за кого люди почитают меня, Сына Человеческого? Я хочу, чтобы все мы себе в сердце ответили, за кого? Они сказали, одни за Иоанна Крестителя, другие за Илию, а иные за Иеремию или за одного из пророков. Он говорит им, а вы за кого почитаете меня? Симон же Петр отвечал, сказал, ты Христос, сын Бога живого. Конечно же, они ошибались. То понимание, которое вложил в это Петр, мы прекрасно понимаем, что было извращенное, неверное понимание помазанника от Бога, который должен явиться в Израиле для спасения его от всех захватчиков. Иисус тогда, хотя это правильно, но не с верным, то, что Иисус есть Христос, Он помазанник, для того, чтобы людям освободить людей от рабства, только чего, рабству греха, да, Он сын Бога живого, Он сам живой Бог. Иисус впервые после этого открывается им, поправляет, так скажем, а точнее говоря, практически противоположную весь Петру, говорит ему, блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыла тебе это, но Отец мой сущий на небесах, да, то, что я помазанник от Бога, да, у тебя правильное определение мне, но неправильный смысл этого определения. И я говорю тебе, ты Петр, и на этом камне, почему я и зачитал сегодня его послание, пусть оно будет как основание, и на этом камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи Царства Небесного, и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. Тогда Иисус запретил ученикам своим, чтобы они никому не сказывали, что Он есть Христос. С того времени Иисус, с этого времени Иисус начал открывать ученикам своим, что Ему должен, то есть, что Он Мессия, какой не царствующий, а являющий нам любовь, и царствует Он над нами добровольно, что Ему должен идти в Иерусалим, и много пострадать от старейшин, пресвященников и книжников, и быть убитому, и в третий день воскреснуть. И отозвав его, Петр начал прикословить ему, будь милостив, Господь, да не будет этого с тобой, мы видим, что потом, конечно же, Петр все это понял. Он же, обратившись, сказал Петру, отойди от меня, сатана, ты мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, но что человеческое. Потом он уже думал, иначе мы не услышали боевые эти слова, ибо вы к тому и призваны, потому что тогда, когда он противоречил Иисусу, теперь он говорит с ним в один унисон, продолжая дело своего Учителя, Господа нашего и Бога, Иисуса Христа. Ибо вы к тому и призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы вы шли по следам Его, а мы, по Его примеру, поступая, идя по Его следам, являем пример всем вокруг и будущим поколениям. И так эта закваска до сих пор существует в мире. Тогда Иисус сказал ученикам своим, что они потом исполнили. Если кто хочет идти за Мною, заметьте, откуда Петр употребляет эти слова, я почему все это возвращаюсь к одному. Он оставил нам пример, чтобы нам идти по следам Его. Он понял, что сказал ему Иисус. Если кто хочет идти за Мною, отверни себя и возьми крест свой, какой крест и следуй за Мною, это любовь. Это любовь ко всем, к любящим умывая ноги, к нуждающимся, поднимая их с глубин ада, с колен, и ставя их на ноги, и даже наших врагов, гонителей, ругателей наших всех на свете. Ибо кто хочет жизнь свою сберечь, вот эту телесную, тот потеряет ее. А кто потеряет эту жизнь свою, плотскую, расстанется с телом, свою, ради меня и Евангелия, тот обретет ее. Какая польза человеку, если он приобретет весь мир, все его богатства и поживет здесь пусть даже до семидесяти, а еще восьмидесяти, а душе своей повредит. Или какой выкуп даст человек за душу свою. Выкуп дать невозможно. Душа просто будет так, какой она является. Ибо кто постыдится меня и моих слов вроде этом прелюбодейным и грешным, того постыдится и сын человеческий, когда придет во славе отца своего со святыми ангелами. Ибо придет сын человеческий во славе отца своего со святыми ангелами своими, и тогда воздаст каждому по делам его жизни, по его поступкам. На этом, мои дорогие друзья, я и хотел бы закончить. Об этом надо всегда и на всю жизнь себе запомнить, что человек это его жизнь. И каждый из нас будет судиться по делам нашей жизни. Любили ли мы любящих нас умываем ноги, творили ли мы дела любви к нуждающимся людям, вокруг нас находящимся, не состоящим с нами ни в какой ни родственной связи, ни дружеской, ни рабочих или деловых отношений, несмотря на то, что эти люди возможно считают нас ни за что, превозносятся над нами, кичатся, и даже в любви к врагам, поносящим нас, ругателям, и даже, ведь разбойник его просто ругал, поносил, да, это клевета у нас у всех есть, нас кто-то обижает, кто-то пишет, что-то злостное клевещет, но может дойти и даже до убийства нашего тела, и всех этих людей мы должны что делать? Желать им блага и проявить это желание свою молитву в благословениях, в благих словах и в благодетельстве, в благих делах. На этом у меня все, мои родные, любимые, христолюбчики, всех я крепко-крепко обнимаю, нежно целую, всем желаю всякого блага, всем желаю достигнуть совершенства и стать детьми Бога живого, по примеру призвавшего нас святого Бога, явившегося во плоти Иисуса Христа. Кому понравилось видео, моя проповедь, вы знаете, что сделать. Я с вами прощаюсь, пока-пока, до встречи в следующем видео. Субтитры создавал DimaTorzok